Итак, мы начинаем четвертую часть прохождения и спустя, наверное, час где-то и раз с 25-го я завалил эту урога. Я безумно счастлив. Так было очень-очень тяжело, конечно, но мы это сделали. Да, это было тяжело. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я выпил, по-моему, все-все-все, которые были из зелья, пожрал все-все-все травы. Мне удалось восстановить здоровье практически полностью, и... Ну, это было очень дико. Я говорю, разное нас 20-го, и я его убил. Если будут еще такие монстры, я, главное, понял, что здесь реально надо закупаться склянками со здоровьем. Они очень вам помогут. Очень. Что больше такой ошибки не допущу, и сразу, где мне подвернется, сейчас сразу накуплю на все бабки здоровья. Ну, как всегда, собственно, квест закончили, когда мы вышли из подземелья. Это уже стало, я думаю, привычным. Ну, пойдемте брать новый квест. Ихтиандры вон стоят. Хм. Нет, ну вот, я думаю, вы со мной согласитесь, что серость этой игре вообще никак не идет. Вот, вот абсолютно не смотрится. Ммм, кто-то золотишко обронил. Так, 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 так. Ух ты, их как-то много, этих ублюдков-то, а? Но тут есть какой-то сундучок, и мне прям интересно, что же в этом сундучке. Давайте проверим, а? Ого! О, мы сдружились, блин. Как их много-то тут, а? Так. Так, так, так. Да иди ты. Так, так. Ух, ни хера себе, а. Это что было? Мы неудачно открылись наундучок. Я в шоке. Я надеюсь, это прикол или нет. Ребят, это был самый-самый-самый великий фейл, который можно совершить в жизни, потому что я не сохранился, автосохранения не было, и... Вон он стоит опять. Я это вы не вынесу. О, нет. Нахер я в этот сундучок-то полез. Вот, вот за что, вот за что мне это, а? Давай, пей, пей все, что можно, давай. Ну, в общем, у вас есть шанс посмотреть, как меня сейчас взрывчат опять этот ублюдок. А он меня по-любому взрывчат. Я первый-то раз как-то умудрился, не знаю как. Сейчас комментарии, наверное, и не будет, потому что я даже и не знаю, что сказать. Надо как-то сориентироваться снова. Ой, ой, ой-ой-ой. Как я его ненавижу-то, а? Как же я, сука, ненавижу. Нет. Все. В общем, опять остановимся, и я продолжу, когда сохранюсь. Фух, ну, раза, наверное, с... 36-го я его убил второй раз. И сейчас я шлю в жопу все сундучки и так далее. Я тупо бегу на первое место, где можно закупиться и затоваривать как можно больше с клянками. А, и да. И делаю вот так вот. Почему нельзя сохраниться? Вы что, издеваетесь. Ой, иди, еще ты меня его не убью. Это, а? Ой. Печаль. Так. Вот это делаю. Это, это самое, пожалуй, важное. Я, знаете, готов снизить сейчас один, наверное, балл игре за то, что нету чекпоинтов нормальных. Вот разработчики или дебилы, или как, я не хочу никого обидеть. Но после столь сильного противника, почему не сделать сраный чекпоинт? Я не понимаю, это так трудно или что? Я вот реально как-то даже и... Ну, не задумался о том, чтобы сохраниться. Я думаю, ну, как бы, выходишь из подземелья, автоматически сработает чекпоинт, как во всех нормальных играх. Так, хер там. Вот это, конечно, огромнейший минус. Разработчикам вообще просто огромный минус. Не знаю, чего они добивались сделать какой-то хардкор в стиле Dark Souls, или я не знаю, чего они реально добивались, но... Ну, это дебильно полностью вообще. Здесь какая-то есть деревенька вроде вот, если не ошибаюсь. Здесь можно, наверное, взять... Закупиться чем-нибудь. Да, уже знакомая нам деревенька. Ну, я надеюсь, тут что-то будет. Что у тебя есть? Так, 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 оружие всякое. Всякое. Во! Во! Покупаю все десять. Ну, вроде, здоровьем я затарился. Как раз сейчас и посмотрим. Во! Во! Пошло здоровье. Нормально. Ну, теперь можно и идти на квест. Да уж, ну, конечно, от чекпоинтов я прям, честно говоря, в шоке. Прям вообще. Я расстроен. Кстати, пока что вот это хорошее я здоровье купил. Пока вот, вы видите, в правом углу экрана у нас такая штучка-скляночка. И пока вот она действует, я абсолютно неуязвим. По-моему, это замечательно. Мало того, что оно восстанавливает здоровье, так я еще и неуязвимый становлюсь. Отлично. Хотя они что-то там дорогие. 188, по-моему, золотых стоит одна склянка. Я купил, по-моему, 12 склянок, если я не ошибаюсь. Нормально. Какие-то летают дрота-тюни. Ух ты, кстати, вот снова плюс за дизайн. Смотрите, какие классные совы сидят. Или я не знаю, ну, похоже на сов. Какие-то вот совы реально. И, блин, аж завораживает вид. Офигенно, конечно. Реально аж завораживает. Тоже знакомое нам место. Мы, наверное, идем к этому опять. Как его там? Хернанумбу какому-то. Да, можно любоваться буквально часами на это. Знаете, вот это вот дерево мне напомнило... Вот кто смотрел фильм Аватар, Они мне, я думаю, поймут. Вот это вот дерево из Аватара, как-то дерево жизни, что ли, называлось. Вот. Это вот дерево мне реально очень так допоминает. Тоже вот эти всякие висят, штучки, все летает. Прям, знаете, Аватар, блин. Классно. Приятно. Грифоны или еще какой-нибудь херни. Потому что бегать приходится очень много. И это немножко как бы надоедает и отнимает немало времени. Да, вот атмосфера Аватара прям, вот не знаю, как бы это глупо может не звучало, но вот реально вот такие вот ощущения, как, что что-то разработчики все-таки оттуда взяли на заметку себе. Вот что я не могу до сих пор понять, это тут есть вообще такой вменяемый саундтрек или нету. То есть я постоянно в ходе, допустим, путешествия слышу одну и ту же композицию. Никакой разнообразия никакого нету. А, и, по-моему, в ходе битвы тоже одна композиция. То есть звучат, по-моему, только две композиции. Я, конечно, может ошибаюсь и не услышусь, но лично вот мне так слышно, что я вот слышу, вот две композиции и не больше. Если это так, то как бы очень плохо. Это, не знаю, все-таки хорошее РПГ должно славиться. Мало того, что хорошим сюжетом и графикой, так, пожалуй, и хорошим звуком, великолепными своими композициями. Допустим, вспомнить Fable. Вот лично мне очень запомнился, как пример, Fable 2, именно где музыка, когда вот игра начинается самая-самая, она аж завораживает. Вот реально вот та вот музыка прям, наверное, навсегда запомнилась у меня, а потом надолго была еще висела там в айфоне, я ехал реально, когда в универ универ, мне она звучала, эта музыка, потому что реально круто. Кстати, вы видели, как красиво сейчас открылся вот этот вход. Круто. Ну, опять мы в какие-то сады залезли. Опять вот это вот уже опять знакомо, и, как вы помните, по-моему, во второй части прохождения нашего, мы вот были в чем-то подобном, в таком же саду. Мы сейчас, наверное, зайдем в главный город. О! Какой-то ролик на движке игры. Ну, давайте глянем. Если сейчас напишут, что это конец игры, я, 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 блин, охерюю. Кстати, вот на самом деле интересно, сколько будет длиться прохождение основного сюжета. А, это нам просто показали, что этот город большой. Ну да, я вижу, здесь не шесть домиков, здесь уже побольше. Домов так двенадцать, может, уже будет пятнадцать. О, Чаполина. Пожалуйста, познакомься. Я чанцер. Да, 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 да. Так, 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 так. Значит, мы попали в какую-то столицу Чаполина. И опять же, мне это все напоминает Аватар. Вот эти здоровые деревья, какие-то, блин, непонятные люди. Не люди, Чаполина, не Чаполина. Какая-то, в общем, хрень. Зелененькая. Их бы в синий цвет покрасить, и гамма как раз-то совпадает такой синий с зеленым. Вот он, главный Чаполина. Баба наша знакомая. Вот я так понял, кресло какое-то или что-то на пуфик похоже. Так, главный Чаполина что-то от нас уже хочет. Кстати, заметьте, у него на костюм, как в Крайзисе. Какие-то у него повадки гея. Господи, он берет, потому что главных героев за руку хватает. Фу, фу, я Драгонейдс из-за этого кинул, из-за того, что там были одни гумики. О, блин, неужели здесь не избежать гумиков? Том, из-за того, что он не избежал. Тот из-за того, что он не избежал. Я не знаю, что он не избежал. Вспоминает, он же не знает, что он не избежал. Внажный, я не знаю. Это как его свергли, я так понял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно Так У нас снова золото жопой живой 8781 золотая монета Так, а теперь с квестами непонятно У нас нету, по-моему, больше главного квеста У нас только есть Мэйн, ну... Ну вот, все, мы заработали новый квест Так, что у нас тут с картой Кстати, как вы можете, да, заметите, я вам что-то не показывал Даже территория довольно обширная И... Как вы можете видеть, тут прям... Есть где полазить Сделали это все более красиво Кстати, мы пойдем сейчас в новую территорию Холлоу Лэнс Не знаю, но, по-моему, она меньше Все-таки Скайрима карта, но... Да, она намного меньше Скайрима Но она тоже красивая и большая довольно Ну вот это вот мне место интересно Прям какой-то Нью-Йорк Ну ладно, сейчас пойдем как раз сюда и... Заодно посмотрим, что нас там ожидает Но это, наверное, уже будет в следующей части